Об утешении при смерти. Слово первое. Внимайте, братья, в молчании, чтобы не пролетели мимо вас слова полезные, а иногда и необходимые. Тогда особенно и нужно врачевание, когда бывает тяжкая болезнь. Тогда и надо тщательно прикладывать целебную примочку, когда глаз страдает от боли. Впрочем, и тот, у кого нет этой болезни, пусть не робщит, но лучше пусть выслушает, потому что и здоровому не излишне знать полезное врачевство. А у кого в настоящее время умственное око расстроено и страдает от боли, тот пусть будет еще более внимательным, чтобы открыть свое око для принятия врачевства спасительной беседы, от которой можно получить не только утешение, но и облегчение. Известно, что если у кого болит глаз, и если больной не согласится открыть его врачу, чтобы влить целебную примочку, то примочка будет течь по наружной поверхности века, а глаз останется больным. Так и ум человека, пораженного скорбью. Если следствие чрезмерной печали не откроет себя для слова, то, не приняв спасительного увещания, начнет болеть еще сильнее и, может быть, подвергнется тому, что указано в Писании. Печаль мира сего соделывает смерть. Благоценный апостол Павел, учитель верующих и благотворный врач, сказал, что печаль бывает двоякого рода. Одна добрая, а другая злая. Одна полезная, а другая бесполезная. Одна спасительная, а другая пагубная. А что бы мои слова не показались кому-нибудь сомнительными, я приведу самые слова его. Он говорит, печаль по Боге соделывает покаяние во спасение, а печаль добрая это. Затем следует печаль же мира сего соделывает смерть. Это печаль злая. Посмотрим же, братья, полезна ли или бесполезна та печаль, которая теперь занимает нас, которая теперь наполняет нашу грудь и слышится в самом голосе. Может ли она принести пользу или вред? Представим, что лежит бездыханное тело, лежит на столе человек без человека, члены без духа. Ему кричат, а он не отвечает. Его зовут, а он не слышит. Лежит с бледным лицом, с измененным видом, в котором выражается самая смерть. При этом вспоминается его непрерывное молчание, удовольствие и польза, которые от него были или могли быть. Вспоминается его отношение к другим, приходят на ум его приятнейшие слова, долговременное обращение с ним. Вот без сомнения то, что извлекает слезы, вызывает рыдание и повергает всю душу в глубокую печаль. Против этого столь сильного, столь крепкого оружия скорби надобно прежде всего поставлять ту мысль, что все, рождающееся в этом мире, необходимо должно умереть. Это закон Божий и неизменный приговор, который изречен был праотцу человеческого рода после его грехопадения в словах Божьих. Земля ты, и в землю возвратишься. Что же случилось нового, если человек, на это рожденный, выполняет закон и приговор божественный? Что нового случилось, если родившийся от смертных соответствует своей природе в том, что чего избежать не может? Нет ничего необыкновенного в том, что существует изревле. Нет ничего неслыханного в том, что случается каждодневно. Нет ничего особенного в том, что всеобще. Если мы знаем, что деды и прадеды наши прошли этим же путем смерти, если слышали, что наконец-то сами патриархи и пророки от Адама Первозданного переселились из здешнего мира не без смерти, то возведем душу свою из глубины печали. Ведь здесь человек отдает долг, которым он был должен. Как же можно печалиться, когда отдается долг? Подлинный это долг, которого невозможно заплатить никакими деньгами. Долг, от которого не избавляет ни мужество, ни мудрость, ни могущество, и которого не могут отклонить от себя наконец и сами цари. Я, конечно, посоветовал бы тебе усилить свою печаль, если бы это дело происходило от нерадения или от скупости, тогда как можно было бы тебе своими средствами откупиться от него или отсрочить его. Но если это Божие определение, твердое и неизменное, то мы напрасно скорбим и спрашиваем себя, почему такой-то умер, когда написано «Господне! Господне исходящее смертное!» Псалом 67, 21. Таким образом, если принять во внимание это общее условие нашей жизни, то отягченное око сердца начнет чувствовать облегчение, как бы от приложенной к нему первой примочки. Псал 96. «Я знаю, скажешь ты, что это общая участь. Знаю, что тот, кто умер, заплатил долг. Но я представляю происходившее от него удовольствие, припоминая отношение его к другим, вспоминая об его обращении. Если ты поэтому предаешься скобе, то ты действуешь ошибочно, а не руководишься разумом. Ты должен знать, что Господь, который дал тебе это удовольствие, может дать и другое, лучшее. И тот, кто доставил тебе такое знакомство, имеет достаточно силы вознаградить тебя другим образом. Что касается пользы, то ты, как смотришь на свою пользу, так же должен думать и о пользе умершего. Может быть, это для него полезнее, как написано. Был восхищен, чтобы злоба не изменила разум его, ибо угодно Господу душа его, и поэтому он поспешил восхитить его от среды лукавствия. Премудрость Соломона 4.11.14. А в сообществе с ним что мне сказать? Когда самое время приводит его в такое забвение, как будто его никогда не бывало. Поэтому, что производит время и смена дней, то гораздо более должны производить разум и здравое суждение. Особенно же надо помышлять о том, что божественная мудрость изрекла через апостола, печаль мира сего соделывает смерть. 2 Коринфянам 7.10. Итак, если и удовольствие, и настоящая польза, и знакомство составляют предметы здешнего мира, и радости века скоро приходящие, то смотри, ради их падать духом и сокрушаться сердцем, не если поистине смертельная болезнь. Опять и опять я повторяю те же слова. 2 Печаль мира сего производит смерть. Почему же она производит смерть? Потому что чрезмерная печаль обыкновенно доводит или до сомнения, или до пагубного богохульства. Но скажет кто-нибудь, как же ты запрещаешь оплакивать умерших, когда и правосы плакали, и Моисея раб Божий, и затем многие пророки, особенно же, когда и праведнейший Иов раздрал свою одежду по случаю смерти сыновей своих. Не я запрещаю оплакивать умерших, а просветитель народов, апостол, который говорит так, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды. 1 Фессалоникийцам 4.13 Те, которые жили до закона или находились под тенью закона, оплакивали своих мертвецов, но свет Евангелия не может так помрачать. И они справедливо плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, который осушил этот источник слез своим воскресением. Они справедливо плакали, потому что смертный приговор оставался еще в силе. Они справедливо проливали слезы, потому что еще не было проповедано о воскресении. Хотя тогда святые ожидали пришествия Господня, но между тем оплакивали умерших, потому что еще не видали того, кого ждали. Наконец, Симеон, один из ветхозаветных святых, который прежде так же беспокоился о своей смерти, после того, как принял на руки Господа Иисуса еще, младенцем во плоти, с радостью приветствует свою кончину и говорит, «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка, с миром, яковидисти очи мои, спасение твое». О, блаженный Симеон! Увидев то, чего ждал, он уже стал смотреть на свою смерть, как на мир и успокоение. А вот, скажешь, считается и в Евангелии, что плакали и о дочери начальника синагоги, и сестры Лазаря оплакивали Лазаря. Но они рассуждали еще по ветхозаветнему закону, потому что еще не видели воскресения Христова из мертвых. Плакал, правда, и сам Господь о Лазаре, уже погребенном. Но не для того, чтобы подать пример оплакивания умерших, а чтобы своими слезами показать, что и он воспринял истинное тело, или, вероятно, он по человеческой любви оплакивал иудеев, которые, несмотря даже на такое чудо, не имели уверовать в него. Ведь не могла быть причиной слез смерть Лазаря, о котором сам Иисус сказал, что он уснул, и обещал пробудить его, как и сделал. Итак, древние имели свои нравы и свою немощь, как жившие прежде пришествия Христова. Но когда Слово стало плотью и вселилось в нас, когда приговор, разрешенный первому Адаму, был разрешен последним Адамом, когда Господь разрушил нашу смерть, своею смертью, и воскрес из мертвых в третий день, то смерть уже стала не страшна для верующих. Не страшен Запад, когда пришел Восток свыше. Сам Господь, который не может говорить лжи, взывает так, «Я из воскресения и жизнь», «Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки». И Иоанн 11, 25. «Ясно, возлюбленнейшие братья», говорит Божественное изречение, что «верующий во Христа и соблюдающий Западе Его, хотя и умрет, будет жив». Это изречение принимая и содержа всеми силами веры, блаженный апостол Павел и предлагал такое увещание, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о усопших, чтобы не скорбели». О, дивное изречение апостола! Еще прежде, нежели изложил свое учение, он одним словом уже проповедует воскресение. Он называет умерших усопшими, для того, чтобы, выражаясь о них, как о спящих, сделать несомненным их будущее воскресение. Не скорбите, говорит об усопших, как прочие. Пусть скорбят те, которые не имеют надежды, а мы, чадо упования, будем радоваться. А в чем состоит наше упование, он сам напоминает об этом в следующих словах. «Ибо если веруем, что Иисус умер и воскрес, так и Бог умерших в Иисусе приведет с ним». Иисус для нас – спасение, пока мы живем здесь, и жизнь, когда мы переселяемся отсюда. «Мне, — говорит апостол, — лучше бы умереть и быть со Христом, что несравненно лучше, поистине. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Приобретение, потому что смерть с пользой прекращает бедствие и страдания, которые сопряжены с долговременной жизнью». Затем апостол описывает и то, в каком порядке и каким образом должны исполниться наши упования. «Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господни, не предупредим умерших. Ибо сам Господь при возвещении, при угласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Слова его означают то, что Господь, пришедший, найдет многих христиан в телах, еще не испытавшими смерти. И однако они не прежде восхищены будут на небо, как умершие святые восстанут из гробов, будучи пробуждены трубою Божией и глазом Архангела. Когда же они будут пробуждены, то, соединившись с живыми, вместе с ними восхищены будут на облаках, встретившись к Христу на воздух, и таким образом будут царствовать с ним всегда. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что тела, имеющие тяжесть, могут подняться на воздухе, когда по повелению Господня Петр, имевший такое же тело, ходил по волнам морским, и Илья, для подтверждения этого упования, также был восхищен на огненной колеснице по этому воздуху на небо. Но, может быть, ты спросишь, каковы будут воскресшие из мертвых? Послушай самого Господа твоего, который говорит, тогда праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их. Матфея 13, 43. Нужно ли мне упоминать о блеске солнечном? Так как верующие должны преобразить сообразность светлости самого Христа, Господа, как свидетельствует апостол Павел, «Наша же жизнь на небесах, откуда ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Который преобразует смертное наше тело, чтобы оно было сообразно славному телу, слава Его». Телеписам 3, 20. «То преобразится без сомнения эта смертная плоть сообразна светлостью Христа. Смертное облечется в бессмертие, посеянное в немощи, потом восстанет в силе. Тогда тело уже не будет бояться тления, не станет страдать ни от голода, ни от жажды, ни от болезней, ни от несчастных случаев, потому что там надежное спокойствие и прочная безопасность жизни. Там иная слава небесная, и тамошняя радость не будет иметь недостатка». Сохраняя это в уме и имея перед глазами своими, блаженный Павел говорил, «Я желал бы разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше». Еще, излагая свое учение открыто, он говорит, «Живя в теле, живем ли в теле Господне, отходим ли Господне, а что ходим здесь, то ходим верою, а не видением. Что же делаем мы, маловерные, предавая скорби и отчаяния, если кто-нибудь из наших возлюбленных переселяется к Господу?» 2 Коринфянам 5,6. «Что мы делаем, утешая странствованием в этом мире больше, нежели тем, чтобы предстать предлецо Христово?» Подлинно. И воистину, вся наша жизнь есть странствование. Как странники в этом мире, мы не имеем верного пристанища, работаем, трудимся до поту, проходя путями трудными и исполненными опасностей. Со всех сторон приготовлены нам козни, от врагов духовных и телесных, везде стези заблуждений. И несмотря на то, что нас окружает столько опасностей, мы не только сами не желаем избавиться от них, но даже и от тех, которые избавились, плачем и рыдаем, как о погибших. Что же сделал для нас Бог через своего единородного Сына, если мы еще боимся смертных случаев? Зачем мы хвалимся тем, что возродились водой и духом, если нас так огорчает переселение из дешнего мира? Сам Господь взывает, «Кто мне служит, тот мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет». Когда земной царь пригласит кого-нибудь в свой дворец или на пиршество, то как ты думаешь, приглашенный не поспешит ли с благодарностью? Гораздо с большим усердием должно стремиться к небесному царю, который сделает тех, кого примет, не только участниками пиршества, но даже и общниками царствования. Как написано, «Если с ним умрем, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и воцаримся». 2 Тимофей 2.11 И не то я говорю, чтобы иной наложил на себя руки или умертвил сам себя вопреки воле Творца Бога или изгнал душу из временного ее жилища, своего тела. Но хочу сказать то, что каждый, когда позовут туда его самого или ближнего, с радостью и весельем и сам шел, и других идущих приветствовал, в том и состоит сущность христианской веры, чтобы ожидать истинной жизни по смерти, надеяться на возвращение после исхода. Итак, приняв слова апостола, будем с верою воздавать благодарность Богу, даровавшему нам победу над смертью через Христа Господа нашего, которому слава и держава ныне и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok